здесь посмотрите еще есть некоторые моменты которые может вы не учли сегодня которые мы с вами не озвучили про сайт мы сказали соцсети сарафанное радио вашей публикации в онлайн изданиях журналов очень много журналов онлайн тоже очень много я еще не знаю и там публикации бесплатные и туда попасть проще и даже попасть в онлайн издание того же ады реально проще чем в печатной ады да если уж там на то пошло ваши форумы форумы они для того чтобы как раз показать свою экспертность да то есть я знаю что они довольно активны на хаузе где вы можете свою как раз вы сказать экспертную точку зрения раньше были активные форумы уж не помню как но мне кажется что последнее время они там вот те формы которые были популярны лет 10 ну там 7 лет назад они как-то потихонечку поумирали я сейчас честно вот само понятие форум мне кажется уже как-то это стал атовизмом да потому что да сейчас сейчас все-таки есть социальные сети где это все активно у нас муссируется и ну мир ускорился да все картинки меняются но делать быстрее партнер со смежниками да нет не откладывайте не с нивелируйте этот момент кто у нас смежники это те кто вас рекомендует те кто с кем вы взаимодействуете по сути каждый продавец каждый поставщик каждый подрядчик это продавец ваших услуг то насколько вы с ним корректно профессионально общаетесь и ведете свою работу будет дальше влиять насколько он будет вас рекомендовать до нас потому что здесь все элементарно и она далеко не связано только с финансовой заинтересованностью то есть например строитель вас порекомендовал он знает что если вы придете на объект ну вы его отблагодарите нет он знает что если вы придете на объект значит все будет четко он будет получать от вас чертежи все вовремя он будет знать что если вы будете вести объект он может вам позвонить и вы приедете да а не скажете иди ты у меня сегодня суббота там или я не знаю там я сегодня не могу приеду пятницу вообще там все написано сам открывай считай смотри да то есть строители они очень чутко к этому относятся я у меня есть бригада с которым я действительно работа по очень много лет и для меня ну казались такие вот вещи банальные как ну если что то там действительно все чертежи у нас меняются в процессе работы это нормально стройка то живой организм и если просят что-то изменить внести да все это обсуждаемо да мы приезжаем да меняем да походу бывает что то решаем некоторые вещи я прям беру на себя сама обсуждаю заказчиками да говоря что это допустим там моя инициатива да не потому что там строители что-то забыли мы просто решили мы подумали что так будет лучше да на самом деле как бы там было был какой-то недочет но он там критически не влияет и порой не все заказчику нужно знать это как знаете показывать там какие-то мелочи которые по сути не влияют на общую картину да а лишний раз показывать вот ну как бы негатив клиенту тоже не нужно чем вы беспокоить опять же дальше есть вот это понимание участие в выставках и конкурсах выставки которые проходят ну сейчас особенно там параллельно идут нас бы темат и мосбилд не знаю их сейчас весна их вообще там тьма обычно всех и как правило потом осенью следующая волна как правило на выставках предлагают ну либо стенд либо для дизайнеров как вот всегда существует такая возможность прийти поработать один день на стенде бесплатно консультантом да ну почему бы нет это лишнее развитие себе это вообще можно воспринять как не знаю новый опыт как тренировку своего наука ораторского искусства как на тренировку своего наука коммуникативных каких-то своих возможностей да насколько я хорошо умею доносить общаться с людьми там и так далее и умение презентовать же опять себя да то есть вы общаетесь с клиентом соответственно у вас задача грамотно себя презентовать ему ну публикации в сми выступление на конференциях опять же это ваша экспертность да то есть на любые темы не ограничивайтесь только дизайн сферы всегда смотрите там есть поставщики которые собирают вокруг себя экспертов до которые могут прийти на их площадке почитать мастер-класс провести на какую-то тему есть вообще смежные структуры когда например мы говорим о коммерческом сегменте есть офисные сегменты да когда дизайнер может прийти это помочь организовать рабочее пространство и провести какой-то там семинар например на вообще для конечного потребителя а как сделать так чтобы ваша элементарно стол был максимально удобным комфортным чтобы не мешать там коллеги там и так далее как как можно с помощью дизайна микроклимата лучше да там и так далее сообщество это опять же я здесь говорю про места обитания ваших клиентов сообщества есть разные очень место забавляет эта история когда дизайнеры собираются с дизайнерами нет это все очень важно и полезно я не спорю с коллегами общаться нужно и это очень важно да обменится мы получаем колоссальный заряд энергии вдохновения контактов опыта да особенно когда ты там в начале пути ты так при общении с опытными дизайнерами как раз есть возможность получить проверенных не знаю поставщиков узнать как более опытные коллеги решать какие-то свои задачи то есть у нас на самом деле даже у академии довольно такой свое очень крепкое сообщество связь свой чат у нас есть свои мероприятия закрытые внутренние да когда мы действительно встречаемся и обмениваемся у кого что происходит будет тоже какие-то завтраки у кого какой был случай как он его решил там и так далее не забывайте пожалуйста про то что есть сообщество которое не связано с дизайном но связаны с вашим непосредственным заказчиком опять же от матово а обман а ну не знаю строй стоит ли на негативе выстраивать я думаю что те которые обманутые дочки им вряд ли до дизайна и это скорее все будет прям ну про боль да то что мы сегодня говорили про мотивацию насколько вам хочется работать с проблемными клиентами которые изначально в конфликте я здесь скорее про то что у вас точно это отматывая назад да у нас было про ресурсы в свои ресурсы не забудьте вписать свои какие-то сильные стороны свои хобби свои увлечения свои дополнительные интересы так сказать потому что обращаясь но вращаясь в кругу дайвера например да вот вы занимаетесь дайвингом или там серфингом и у вас есть очень крутое с этом это сообщество закрытое не стесняйтесь не бойтесь в этом сообщество закрыто говоря что вы еще и дизайнер на каких-то ну как бы мельком не то что в этом приходите я дизайнер никому из интерьера не нужен случайно это все равно в процессе знаете когда мы увлечены своим делом но по-настоящему можно к дизайну свести из любой темы мне кажется потому что ну вот я не знаю потому что это все что нас окружает это и есть дизайн дизайн жизнь дизайн среды да то есть не зря так раньше назывался предмет вузах но до сих пор называется что то собственно в чем мы обитаем он влияет на работу на работу влияет это влиять на жизнь это влияет на воспитание детей это влиять на наш отдых это влиять на наше здоровье поэтому куда ни коснись вы везде можете прикрутить свой дизайн как в том анекдоте там если останется время расскажу сегодня ну и собственно здесь телевидение ради ну то есть все возможные там какие-то пиар еще активность до которые влияют на ваш имидж а